Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите выпуски. Девять кандидатов в мэры. Комиссия ознакомилась с программами кандидатов на должность главы Барнаула. Как это было? Снег с крыши. О, теперь пришла в Алтайский край. Готовы ли управляющие компании ТСЖ к таянию снега? С квартирой помог проект. 90 семей края переехали из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры благодаря национальному проекту. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию. Обсуждалась роль региона в подготовке кадров для экономики и социальной сферы страны. В рамках заседания выступили руководители краев и областей, представители высшей школы, в том числе ректоры российских университетов, руководители научных организаций. По итогам заседания Владимир Путин дал целый ряд указаний по увеличению объема финансирования вузов, изменения полномочий региональных властей, формирования научно-образовательных центров. Виктор Томенко отметил, что такой центр создан в Алтайском крае. И это уже основа для того, чтобы продемонстрировать свои результаты, показать свою эффективность и претендовать и на гранты федеральные, и на другие меры какого-то государственного участия. Все это в конечном итоге должно способствовать тому, что будут готовиться кадры, которые в состоянии заниматься вопросами сегодняшнего дня. И это очень важно. Это основное направление деятельности наших организаций учебных. Но и кадры, которые смогут заглянуть или быть готовыми к решению задач уже дня даже завтрашнего, а возможно и послезавтрашнего. Все прошли финал. Конкурсная комиссия ознакомилась с программами кандидатов на должность главы Барнаула. Все девять участников политического марафона допущены до следующего этапа выборов мэра краевой столицы. Во время работы комиссии каждый кандидат в течение 15 минут рассказывал о своей программе развития города. Обсуждение программ кандидатов заняло членов комиссии почти 4 часа. Итог. Всех соискателей рекомендовали для рассмотрения депутатами Гордумы в качестве кандидатов на пост гранначальника. Рассматривались программы всех наших кандидатов. Достаточно так неплохо сегодня, плодотворно поработали. Рассмотрели по всем девяти нашим кандидатам программы. Они были очень разные. От академических до конкретно практических. Что-то было достаточно интересным, что-то перекликалось уже с теми программами, которые сегодня реализуются в городе Барнауле, реализуются у нас в Алтайском крае. Но в целом я доволен работой сегодняшней нашей комиссии. Теперь кандидаты в мэры Барнаула будут представлять свои программы городским депутатам. Сессия Городской Думы, на которой депутаты проголосуют и выберут нового главу краевой столицы, состоится 14 февраля. Напомню, кресло сети-менеджера Барнаула стало свободно после досрочной отставки Сергея Дугина в августе прошлого года. Только за последнюю неделю ОРВИ заболели 24 тысячи человек. В крае объявлен карантин. Впереди две недели подъема заболеваемости, затем еще два пика и только к середине марта медики снимут все ограничения. Пока в Кулынде полностью закрыли на карантин сразу три школы и два детских сада. В Бийске из 26 общеобразовательных учреждений работают только пять. Похожа ситуация по всему краю. Медики рекомендуют чаще проветривать помещение, мыть руки с мылом и по возможности избегать людных мест. Оттепель пришла в Алтайский край и вместе с ней появилась каша на дорогах и гололед. С крыш сходит снег. 7 и 8 февраля по краю обещают до плюс 10. Готовы ли управляющие компании и ТСЖ к тайне снега узнавали наши корреспонденты. Каша под ногами, снежные шапки свисающие с крыш домов и сосульки, которые вот-вот норовят упасть прямо на голову. Это пока еще не весна, а что-то около, но даже такая оттепель несет серьезные последствия. Вот недавние случаи. В Барнауле на пассажирские автобусы рухнула крыша автобазы из-за груза осадков, которые вовремя не убрали. Автобусы восстановлению не подлежат. А это крыльцо известного торгового центра тоже не выдержало халатного отношения владельца. На квартирных же домах за своевременной чисткой территории от снега следят ТСЖ и управляющие компании. В этом году двойная норма осадков за первые же месяцы зимнего сезона, она абсолютно перевела всю работу в режим такой авральный. Все время совершают в практически ежедневном режиме объезды дворовых территорий, внутриквартальных проездов, осмотры кровель. Соответственно, управляющим организациям выдаются предписания. Если предписание не выполнить, можно получить штраф, вплоть до отзыва лицензии компании и взыскания на сумму 250 тысяч рублей. Поэтому руководители не ждут жалоб от жильцов и немедля нанимают бригаду для уборки. Для управляющей компании настали часы пик, когда мы чистим кровли. Кровли мы в этот период, в феврале месяце, стараемся чистить полностью от конька сверху. Вот в этот период стараемся, где работаем без вышки, чистим и где-то работаем с вышкой. То есть на каждый дом со своей ситуацией. Например, у этого многоквартирника на Комсомольском проспекте 87 шатровая крыша. А значит, скользкая. Скат снега происходит быстрее. Вручную тут не справиться. Необходимо нанимать вышку. В плановом графике по очистке крыш в Барнауле еще 400 домов. Управляющим компанией МТСЖ нужно успеть за короткое время. Оттепель не заставит себя ждать. Пик тепла придется на 7-8 февраля, где дневные температуры будут уже повышаться до слабо положительных значений. А по югу края до плюс 10, может быть даже до плюс 12 градусов. Возможно, смешанные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем. МЧС предупреждает, чтобы избежать травм, не ходите под козырьками домов и не игнорируйте ограждения и таблички «Сход снега». Будьте внимательны и осторожны. Елизавета Конева, Денис Кузьменко. Новости. 90 семей Алтайского края уже переехали из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Всего до сентября 2025 года планируется расселить более 8 тысяч человек. Сколько на это потребуются средств и какие дома попадают в программу, ответы на эти вопросы знают мои коллеги. Алтайский край ждет большое переселение, однако и раньше в регионе не сидели сложа руки. С 2013 по 2017 год действовала краевая программа. Из помещений, больше непригодных для проживания, тогда удалось переселить 11,5 тысяч человек. Это по-настоящему впечатляет. Переселили жильцов 4400 квартир. На это направили 5 миллиардов рублей. Источников финансирования было несколько. Это бюджеты Алтайского края и муниципалитетов, а также фонд содействия реформированию ЖКХ. В 2019 году наступило время новой программы, уже в формате национального проекта. Всего в рамках программы планируется переселить из аварийного жилья более 8 тысяч человек. На реализацию данной программы планируется освоить в рамках реализации более 4 миллиардов рублей. И переселить более 245 домов, признанных аварийными, до 1 января 2017 года в 13 муниципальных образованиях Алтайского края. В рамках национального проекта расселяют жителей многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 2012 по 2017 год. На эти цели в Алтайском крае направят более 4 миллиардов рублей. Большая часть из них – федеральные средства. БИСК традиционно один из самых крупных участников программы переселения в регионе. В городе в течение 7 лет планируют расселить более 850 аварийных жилых помещений. При этом в Наукограде для переселенцев покупают только абсолютно новое жилье у застройщика. Всего в программу предполагается у нас включить 59 многоквартирных домов общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В декабре 2019 года было заключено уже первые договоры на покупку нового жилья для сноса трех домов. И гражданам уже приобретено 17 квартир, которые у нас фактически уже заселены и люди проживают. Все квартиры сдаются сразу с отделкой под ключ. Те, у кого недвижимость была приватизирована, сохранили право собственности на новое жилье. С остальными заключили договоры социального найма. Среди получателей новых квартир Наталья Зотова. Она жила в аварийном доме. Его вы видите на своих экранах. Женщина говорит, что проживание там было настоящим испытанием. Там печное отопление. В стенах были трещины. Было холодно, конечно, прохладно. Топить надо было 2-3 раза в день. Это накладно и тяжело уже и в возрасте. Женщина ждала переселения около 7 лет. И вот в октябре прошлого года ей сообщили о скором переезде в новый дом на улице Социалистической. Квартира по площади оказалась даже больше на несколько квадратных метров, чем ее предыдущее жилье. Добавлю, что в период после 2017 года аварийными в Алтайском крае признаны еще около 200 многоквартирных домов. Их жильцам пока придется подождать. Но власти на деле доказывают, что государственная политика направлена на скорейшее переселение людей в современные комфортные квартиры. А в селе Полковниково Алтайского края достроили новый газопровод. Газификация села началась еще в 2010 году. Теперь доступ к голубому топливу появился у всех жителей. Подробности у нашей съемочной группы. Газификация села Полковниково началась в 2010 году. Однако тогда полностью обеспечить газом все село не удалось. Доступ к топливу получили 179 домов из 313. Строительство нового газопровода в Полковниково завершили в конце прошлого года. И теперь все домовладельцы села могут подключиться к газу. Можно сказать, что жители дождались долгожданный газ в свои дома. Пусть газа осуществили. Но потребителей подключилось. Мало людей уже приготовились к зиме. То есть завезли уголь дрова. Я думаю, что в весенне-летний период основная масса потребителей будет подключена здесь. Теперь общая протяженность газовых сетей в селе более 22 километров. Семья Борисковых подключения ждала с 2010 года. Это их первая зима с газом. Пока подключили только плиту. Отопление будут проводить весной. Но говорят, разница уже заметна. Пять кубов набежало у нас примерно за сколько? За месяц где-то. Это вот только плита у нас. Но это копейки. Стоимость объекта 25 миллионов рублей. Его построили по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». С появлением нового газопровода в нашем регионе 17 населенных пунктов на 100% обеспечены доступом к газу. В Министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что так теперь будет при газификации каждого села. Стараемся планировать газификацию Алтайского края, чтобы если газ зашел в населенный пункт, обеспечить 100% возможность подключения домовладений к газу. Из бюджета всех уровней в Алтайском крае на газификацию в 2020 году выделили порядка 900 миллионов рублей. В этом году газ начнут прокладывать в селах Зонального, Троицкого, Бийского и Красногорского районов. Иван Горбатов, Антон Червяков. Новости. Оставайтесь с нами и вы узнаете. На радость пассажирам. Новые трамвайные пути могут появиться в центре Барнаула. Где и когда? Ножом по горлу. Иностранный студент Алтайского вуза спас женщину, которой перерезали горло. Подробности происшествия. Новые трамвайные пути могут появиться в центре Барнаула. Идея возникла у сотрудников горэлектротранса. Где и как могут проложить новую линию и насколько это возможно, знают мои коллеги. Проспект Строителей и Паловский тракт – место постоянных пробок. Особенно движение затруднено по утрам. Этот участок дороги ведет в центр. Для многих большая проблема добраться вовремя, например, на работу. Возможный выход из ситуации предложили сотрудники горэлектротранс. Трамвайные пути вдоль проспекта Строителей должны разгрузить этот участок дороги. Строительство вот этой перемычки вдоль, параллельно проспекту Строителей с выходом на кинотеатр «Мир», они позволят разгрузить и Паловский тракт. И самое главное – уменьшить время доставки пассажиров со спальных районов города Барнаула. По проекту трамвайная линия идет от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармейского. Длина почти 2 километра. Разместить ее планируют с правой стороны дороги. В социальных сетях идея вызвала бурное обсуждение. Некоторые горожане усомнились, а хватит ли места трамваем. Например, один из домов, мимо которого идет предполагаемая линия, находится в нескольких метрах от проезжей части. Мы обратились в комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Там нам пояснили – проект жизнеспособный, но требует детальной разработки и крупного финансирования. Нужны серьезные проектные проработки этого вопроса. Каким образом будет пролегать линия, трасса ее, потребуется, не потребуется выкуп участков каких-то, еще что-то. В случае участия в каких-то федеральных программах по поддержке и развитию электротранспорта, вполне рассмотреть дополнительно этот проект возможно. В этом году город Барнаул претендует на участие в программе по масштабной реконструкции транспортных сетей. И если наш город попадает в программу, разработкой проекта могут заняться основательно. Поэтому вполне вероятно, что через несколько лет в краевой столице будет больше трамвайных путей, меньше пробок. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, Новости. Самая громкая история прошедшей недели. Иностранный студент Алтайского государственного медицинского университета Давлад Шарипов спас женщину, которой перерезали горло. Он едва успел это сделать до приезда скорой. Наша съемочная группа познакомилась с героем. Я держу, держу, не бойся, все нормально. Дыши, дыши. Пульс проверяй. Счет на минуты. На этих кадрах студент-медик Давлад Шарипов выигрывает время перед приездом скорой. 2 февраля на улице Ерных, 25, мужчина перерезал горло своей знакомой. Единственным, кто бросился на помощь, оказался Давлад, который зашел к брату в гости в соседнюю квартиру. Давлад остановил кровотечение, а скорая госпитализировала женщину через 10 минут. Там все плакали, там все бездействовали, да, вот сидели, смотрели просто и все. Кровотечение такое было сильное, кровотечение, лужа крови там была. Если там кровотечение большое было бы, вероятность была бы, что она бы и летально бы исходила. Когда на занятиях в медуниверситете Давлад учился основам экстренной помощи и подумать не мог, что вскоре столкнется с этим в реальной жизни. Сейчас парень учится на пятом курсе, после лекции подрабатывает поваром. Уроженец Таджикистана после окончания вуза решил нести медицинскую службу в Алтайском крае. Меня тогда воспитали, мне говорили всегда, кто просит помощь, помогай. И вот я, естественно, помог. В ту минуту я бросил все, и у меня в голове только было спасти вот эту женщину, там остановить это кровотечение. Я не думал, что там мужчина там с ножом, он мог тоже меня в алкогольном опьянении бы тоже пыльнуть. Но я это все забыл, у меня только вот главное было в цели спасти вот это. Сейчас происшествием занимаются органы внутренних дел. Они изучают все обстоятельства произошедшего, чтобы возбудить уголовное дело. Уже известно, что конфликт произошел между гражданскими супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате женщина получила травму, а мужчина, который нанес ей ранение, попытался скрыться. Но тем не менее он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении. В ближайшее время в органы внутренних дел поступит заключение, на основании которого будет возбуждено уголовное дело. Спасибо за спасение. От женщины до Влад так и не услышал. Даже пытался ее навестить, но она почему-то настроена враждебно. Зато в социальных сетях студенту-медику не перестают сыпаться благодарности от барнаульцев. За смелость и неравнодушие. Анастасия Борисова, Михаил Лифуншан. Новости. Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Валерия Метелицы прошел в краевой столице. За звание мастеров спорта боролось 160 спортсменов. На соревнованиях побывали корреспонденты телеканала. Зацепы, подсечки и подножки. Два дня подряд эти слова звучали в училище Олимпийского резерва. Турнир самбо памяти заслуженного тренера России Валерия Метелицы прошел в Барнауле уже в третий раз. 160 спортсменов из 23 регионов страны боролись за звание мастеров спорта. Выступали в двух видах – боевое и спортивное самбо. Соревнования знаковые. Конечно, очень отрадно, что мы продолжаем при поддержке Федерации Алтайского самбо и при поддержке Министерства спорта продолжаем эти соревнования проводить. И вот уже третий турнир, надеюсь, он будет традиционный и на будущий год состоится. В турнире за присвоение почетного звания боролись мужчины от 18 и старше. По словам тренеров, в советское время пятерка лучших по итогам российского этапа попадала на чемпионат мира. На этих соревнованиях цель другая. Здесь же ребята стремятся выиграть и завоевать право на присвоение мастера спорта России. Дальнейшая их судьба – они попадают потом на чемпионат России и пробиваются для участия в чемпионате мира или чемпионате Европы. Почти все участники соревнований – это резервный состав сборной России по самбо. Попасть в главную команду страны мечтает каждый. И эти соревнования – отличная возможность. Чемпионат России по самбо среди мужчин состоится в Чебоксарах 1 марта. Уже после и станет известно, кто из алтайских самбистов попал в основной состав сборной страны. Анна Муратова, Дмитрий Дроздов, Денис Кузьменко. Новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи.